Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу с вами поговорить на интересную тему, даже скорее поразмышлять на тему того, что я хочу кого-то изменить. Дело в том, что практически у каждого из нас с вами есть такое желание. Сейчас я перевешу микрофончик. Все, окей. Практически у каждого из нас появляется такое желание, когда происходит какая-то ситуация, в которой мы хотели бы, чтобы человек повел себя по-другому. Так происходит с партнерами, особенно если вы ссоритесь, ругаетесь или, не дай бог, разводитесь. Так происходит на работе, так происходит с друзьями. Ну вообще, вот это вот желание, ну давайте в хорошем таком смысле манипулировать человеком и заставить его сделать так, как тебе нужно, присутствует у каждого из нас еще с детства. Мы все время, когда маленькие, заставляем родителей, хотим манипулировать, если ты не купишь мне игрушку, я сейчас буду плакать, ну и так далее, и так далее. И, конечно, когда мы становимся взрослыми, мы все время смотрим на любую ситуацию весьма однобоко и эгоистично, что в принципе не является плохим, когда мы чего-то там хотим или не хотим, или мы хотим, чтобы человек сделал так или не иначе, или если бы мы, например, попадаем в какую-то ситуацию, когда, например, происходят какие-то расставания, будь это бизнес-партнерство или личное партнерство какое-то, и, соответственно, каждый начинает уже становиться, не хочет никаких компромиссов и желает вести себя так, как он ведет. И вот, безусловно, это конфликтная ситуация, в которой каждый человек считает, что прав он, и каким образом мы обычно, когда уже конфликт разгорается какой-то, внутренний или во внешней действительности, мы пытаемся начинать угрожать, мы пытаемся обвинять человека, доказать ему, что он не прав, но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Когда такое делают с нами, нам это очень не нравится, и мы вступаем в противодействие еще большее, то есть конфликт только усугубляется. Мы начинаем, знаете, как в детстве меряться какими-то предметами, у кого круче папа, у кого больше мама, у кого лучшая машина, вот разные вещи происходят, но что происходит? В этом случае конфликт только нарастает, потому что, ну, как знаете, на всякую силу найдется большая сила, и вот мы вступаем полностью в конфликт, мы начинаем этим очень активно жить, мы начинаем еще больше искать, там, я сейчас найду на него управу, и естественно, что ситуация настолько нас пожирает, она превращается в огромного огнедышащего дракона, который нас испепеляет. В какой-то момент человек уже, возможно, сам не рад, что он в это ввязался, но войну не так просто остановить, как легко ее начать. Пусть даже эта война такая, знаете, ну, достаточно внутренняя, хотя бывает, что разогреваются настоящие войнушки. Так вот, что делать? Мне сейчас, как человеку, который ведет марафон, человек, который врезался в бордюр, значит, мне часто задают этот вопрос, Ольга, что делать, каким образом мне заставить человека делать так, как мне нужно? Вот он ведет себя не так. Но в любой ситуации, когда, знаете, я раньше своему мужу говорила о том, что там, ну, рассказывала про парней или мужа своих подруг, он мне говорил, ну, ты смотришь на ситуацию только с одной стороны, ты же не знаешь, вот она тебе подает эту ситуацию под таким соусом, ты же не знаешь, как там дела обстоят на самом деле, и действительно ты не знаешь этого. И поэтому, что делать и как быть? Вот в таких историях. Когда мне начинают жаловаться, и когда мне начинают говорить, как мне его заставить, я всегда отвечаю, никак. Если ты будешь пытаться его заставлять, а заставлять это что значит? Это значит через силу. Это значит, когда ты принуждаешь человека сделать то, чего он не хочет. Это очень опасная манипуляция, потому что, когда вы заставляете человека, и даже можете его в какой-то момент заставить сделать то, что он не хочет, поверьте, он будет на вас зол, и он будет ждать возможности вам отомстить. Ну, это совершенно не самая приятная история, ждать, когда кто-то обязательно ночью тебе придет и шибанет в прямом или переносном смысле. Поэтому ситуацию нужно решать мирно. И как правило, когда мы находимся в конфликтной ситуации, мы ожидаем именно конфликтного, да, вот мы ожидаем, а-а-а-а. А вы представьте себе, вот давайте я вам даю первую такую простую технику, что когда человек на вас сильно ругается, он чем-то недоволен, и он, как правило, ожидает, это означает, что у него есть какая-то энергия, он хочет ее, знаете, сбросить. Ему конфликт необходим, ему это нужно, поэтому он его притягивает. И когда вы включаетесь и отвечаете ему таким же конфликтом, то человек доволен, потому что он это и притягивал, но вы-то этого не хотели, и в результате вы чувствуете себя как бы высосанным, ну, знаете, извините, пойметым, поймевшимся, не знаю, как это правильно сказать, в общем, вас поймели, потому что кто-то сделал то, что ему хотел, а вы стали жертвой. Вы в данной ситуации жертвой, значит, вам хотелось быть жертвой. Но нравится ли вам быть жертвой, вопрос. Поэтому если вы поменяете тактику поведения, и в тот момент, когда человек начинает на вас там, ааа, ты там встала, там в пробке едешь, там дура, машешь руками в Порше, ты ему улыбаешься и говоришь, ой, извините, пожалуйста, да, я вообще, ну, девочка не права, конфликт очень быстро гасится. Но, то есть эта техника, вот запомните всегда, почему она работает? Потому что вы меняете энергию, потому что человек в этот момент, когда он что-то от вас хочет, он злой, у него есть определенная энергетическая паутина, которую он сплел с помощью своих мыслей. И когда вы с ним включаетесь в одну волну негатива, вы с ним эту паутину моментально расширяете. Но когда вы меняете энергетический свой посыл, вы в этот момент не включаетесь в это, и вы начинаете человеку, теперь смотрим внимательно, улыбаться, вы начинаете говорить ему приятные вещи, он теряется, потому что он с вашей энергией не соединим. Вы, как знаете, дизельную машину заливаете бензином, не катит, и он гаснет, он понимает, вы перестаете быть для него интересны. Но давайте посмотрим ситуацию, то есть это правило запомните для быстрых историй. Если вас, на вас кто-то наезжает, скажите человеку что-то приятное, извинитесь, и вы моментально погасите конфликт, вы не включитесь, ваша негативная вот эта вот часть не зажжется. Если она не зажжется, а вы будете на позитиве, значит вы и не примете негатив, и не отдадите негатив. Вы останетесь со своим позитивом, и соответственно вы будете его излучать, и вы будете в свою жизнь тоже это притягивать. Это тоже очень важный момент, потому что как только вы включаетесь в чужой негатив, вы автоматом просто берете и все свое хорошее убиваете, и вы включаете свои вот эти вот негативные энергетические такие силы, которые притягивают подобное к подобному, которые притягивают к вам то же самое. Вот, вот собственно и все. Поэтому смотрим на вторую историю. Когда у вас происходит какая-то негативная история, очень часто пишут, прям очень часто, развод с мужем, значит конфликт на почве детей, на почве имущества, он не хочет, например он там к этой квартире не имел отношения, но сейчас он требует там все делить. Ну в общем, возникают все эти негативные вещи. Вы в этом случае что? Вы говорите, ах ты скотина, ах ты гад, ах тебе ребенок мой нужен, ну ты у меня посмотришь, ах тебе моя квартира нужна. И вы включаетесь вот опять в эту всю негативную историю, и она разрастается страшно. Что делать, если вы уже не можете с ним разговаривать, вы не хотите с ним разговаривать, я прекрасно вас понимаю, это все как бы не вы первые, ну и к сожалению не вы последние. Вы с этим сталкиваетесь, а что делать? А делать нужно следующее. Первое, вы должны понимать, что в этот момент вы хотите, чтобы он повел себя по-другому, вы хотите изменить его, но вы не хотите меняться сами. Вы должны понимать, что пока ваша энергия такая, он не может измениться. Поэтому первая ваша задача, это поменять свою энергию по отношению к этому человеку. Вы должны начать не с ним выяснять что-то, не идти во внешний мир и пытаться что-то доказать, а вы должны начать с внутреннего. Что вы делаете? Вы настраиваетесь, лучше всего это сделать в медитации, вы можете использовать любую мою медитацию, чтобы получить расслабление. И затем вы абсолютно спокойно, уже в расслабленном состоянии, когда ваше сознание замедлится, когда вы выключитесь от вот этих всех происходящих историй, уже спокойным, ровным, дышащим человеком, когда вы войдете на альфа-уровень, вы будете уже более спокойны, это такое состояние полудрема, вы представляете этого человека, и вы ведете с ним дружеский, нормальный разговор, вы посылаете ему внутреннюю любовь, вы ему говорите, там, Петя, Маша, я прости меня, прости меня, эта вся ситуация, она мне неприятна, я не хочу, чтобы так было, ты, наверное, виноват, я виновата, я виновата, да. Вот так все произошло, я точно в этом виновата, конечно, но я не хочу в этом жить, я хочу, чтобы нам было хорошо, давай с тобой решим эту ситуацию. И вы проигрываете ситуацию так, как бы вы хотели, чтобы она произошла в жизни, как бы ваш конфликт был улажен, как бы Петя себя повел, и вы обязательно чувствуете, вот очень важно чувствовать, не только представлять, но вы чувствуете, что Петя к вам поменял свое отношение, что он нормально на вас реагирует, вы к Пете тоже поменяли отношение, вы должны почувствовать, что вы Петю любите, любите этого человека, он просто человек обычный, он запутался, он тоже во всем этом находится, ему не нравится, вы должны почувствовать, поменять ощущение. И такую медитацию в идеале, если вы будете делать утром и вечером, вот, то есть вы представляете эти вещи, и вы меняете свое ощущение. Если вы с этим Петей или Васей находитесь еще в жизни, или вам нужно с ним пересекаться, или разговаривать, всякий раз, когда вы его видите, вы смотрите на него, вы не конфликтуете, вы должны понимать, что вы этим не решите ситуацию, так, как вам нужно, вы наоборот, стараетесь проникнуться к нему любовью, какой хотите, женской, человеческой, обычно, вы должны понимать, что это ваше лекарство, это даже не для него, это для вас, все для вас. Вот, когда вы внутренне ощутите, что вы успокоились, и вы к этому человеку расположены, и вы понимаете, что он, может быть, он болен в своих мыслях, вот, вы понимаете, что вот вам нужно его, как это, расколдовать, вот расколдовать, расколдовать вы можете его, не зря же это сказка про жабу, да, ее надо было поцеловать, вот то же самое сделать, вы увидите, что это сработает, потому что это работает в 100% случаев, когда вы искренне это делаете, вы вдруг увидите, что Петя скажет, прости меня, пожалуйста, вы вдруг увидите, что Петя скажет, сделай, я, давай, забудем, давай сделаем так, как ты хочешь, это работает всегда, но самое главное, вы не Петю измените, вы изменитесь сами, и вы еще раз убедитесь в том, что для того, чтобы ваша реальность менялась, ваши отношения менялись, все в вашей жизни менялось, меняться должны вы сами, мир меняется тогда, когда меняется ваша вибрация, ваша вибрация меняется тогда, когда меняются ваши мысли, потому что, если вы смотрите мои видео, то вы знаете, что каждая наша мысль имеет энергетическую, определенную, такую вибрацию, для того, чтобы это проверить, вы можете попробовать с кем-то поругаться, и почувствовать, как вы себя при этом ощущаете, и вы можете с кем-то, я не знаю, заняться сексом, влюбиться в кого-то, и вы почувствуете, как меняется ваша вибрация, мы на физическом уровне ощущаем то, как мы себя чувствуем, мы на физическом уровне ощущаем настроение других людей, нам всегда нравится находиться рядом с позитивными людьми, с людьми открытыми, с людьми наполненными, с людьми, которые энергетически цельные, и нам всегда не нравится находиться с людьми недовольными жизнью, людьми, которые все время бубнят, все время всем раздражены, вы ощущаете, что такое эта вибрация. Сейчас появилось много людей, которые говорят, меня раздражают эти фразы о высоких вибрациях, вообще все это бред, пахать надо. Каждый человек имеет право выбирать свой путь. Я много лет выбирала путь, надо пахать. И я пахала, и я много всего имела, и зарабатывала, и теряла. Но очень часто я чувствовала себя истощенным внутренним человеком. А чувствовала себя так, потому что у меня было убеждение, что если ты хочешь много зарабатывать, и ты хочешь быть успешен, ты должен выжимать из себя все соки. Это неправда. Каждый живет так, как он выбрал. Ту программу, которую вы выбираете, то видение мира, которое вы выбираете, то и есть для вас правдой. Правдой может быть все, что угодно, во что вы в состоянии поверить. Моя правда достаточно комфортна для восприятия. Мне кажется, что у меня самая вкусная правда. Потому что я учу и помогаю людям жить с удовольствием, выбирать для себя удовольствие. И понимать, что да, так можно. Можно зарабатывать на Porsche Cayenne, или даже не зарабатывать, а получать. Можно жить, выбирать для себя лучший дом, и при этом не чувствовать себя вечной жертвой, не чувствовать себя человеком, который лишается своей жизни, жизни своих детей, который постоянно как на каторге сражается. Не надо этого делать. Попробуйте по-другому. Выберите для себя другую программу. И начните с изменения своей жизни. Я очень надеюсь, что вам это видео было полезным и интересным. Я буду вас рада видеть у себя на страничке в Инстаграм, на своих видео в Ютуб, точнее не на своих видео, а на своем канале Ютуб. И, конечно же, в своем марафоне «Рерайтер жизни», где мы действительно по-настоящему учимся создавать другую реальность, управлять своими мыслями, и как результат получать новую реальность. Вы в состоянии получить все, что вы захотите. Другие люди будут делать то, что вы хотите, просто потому, что вы научитесь им внутренне об этом говорить. Внешнее давление, любое, не принесет вам позитивных результатов. Внешнее давление провоцирует внешнее давление на вас с обратной стороны. Все в мире является зеркальным. Поэтому зеркальцы классные. Хорошего всем настроения. Ваша Оля Ермилова.